Госдура 20.04.2017 приняла в первом чтении законопроект о сносе хрущевок в Москве. За 397 голосов, просив четверо, а один воздержался. Вот такое единодушие. Инициатор Собянин, которого поддержал Путин. Другими словами, сам законопроект исходил непосредственно из Кремля. Название закона о внесении изменений в закон РФ о статусе столицы РФ. Суть закона – отмена института частной собственности. Пока что только в Москве. Следующий, кстати, Питер. Накануне голосования в Госдуре Совет при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал вполне однозначную характеристику очередной афере Собянина, указав прежде всего на то, что данный проект закона полностью игнорирует принцип неприкосновенности частной собственности. Статья 35 Конституции РФ утверждает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Да, обратите внимание, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. То, что Госдума приняла 24 в первом чтении, прямо противоречит всему, что написано в 35 статье Конституции. Мало того, что у человека против его воли могут отобрать имущество без суда, ему самому в суд нельзя будет обратиться с иском за грабеж. Жаловаться можно только по поводу «равнозначности» в кавычках, предоставленного взамен жилья. Вот эта элегантная замена слова «равноценности» из Конституции на слово «равнозначности» от Собянина – это одна из множества ловушек, расставленных для полутора миллионов москвичей бывалым охотником Сергеем Семеновичем Собяниным, поставленным на Москву не только для воровства, но и для очищения столицы от жителей. На практике эта замена слова из Конституции на слово от Собянина обозначает вот что. У вас есть квартира в центре или в хорошем месте рядом с метро с нормальной инфраструктурой. Стоимость ее, если это, например, трешка, может быть 12 и 18 миллионов рублей. По Собянинскому закону вам может быть предоставлено равнозначное жилье в том же или соседнем районе, а в случае, если вы живете в центре, то вообще в любом районе, например, в Новой Москве. Цена такой квартиры, например, в Щербинке, может оказаться около 6 миллионов рублей, поскольку равнозначность в кавычках означает только метраж. То есть у вас по Собянинскому закону вполне могут украсть половину, а то и две трети стоимости вашего имущества. Наиболее ощутимым позитивным средством гайдаровских реформ была приватизация жилья. Миллионы людей стали обладателями реальной собственности. В ходе борьбы с проклятыми девяностыми и искоренением их последствий путинский режим добрался и до этого наследия эпохи оголтелого либерализма. Сначала москвичей проверили на прочность. Тогда Собянин устроил ночь длинных ковшей и снес множество объектов частной собственности, павильонов, киосков и прочих построек, в которых тысячи малых предпринимателей торговали, ремонтировали, оказывали москвичам всяческие полезные услуги и, обратите внимание, абсолютно законным. Документы, удостоверяющие право собственности на сносимые объекты, Собянин назвал липовыми бумажками. То, что эти бумажки выданы и подписаны его же московскими чиновниками, Собянина ни на сколько не смутило. А люди промолчали, в основном ходили и радовались тому, что стало чище и свободнее. Москвичи, одним словом, утерлись. В 15-миллионном городе ночь длинных ковшей напрямую всерьез затронула интересы менее 1% граждан, которые потеряли бизнес и работу. Остальные решили, что это их не касается и продолжали жить, как ни в чем не бывало. Собянин почувствовал, что с этим городом он может делать все, что угодно. Теперь он пришел за 10% москвичей. В основе идеологии приватизации жилья 90-х лежало уважение к личности человека, идея свободы выбора. В СССР ты был крепостным у государства. Теперь ты свободный человек. Вот тебе твоя квартира. Она стоит 100 тысяч баксов или 20 тысяч. Извини, кому как повезло в прошлой жизни. Но теперь это все твое. Хочешь – живи. Хочешь – продай. Купи подешевле. На остаток начни свой собственный бизнес. А хочешь – пропей. Ты хозяин своей судьбы. Идеология Собянинского закона и всей его политики в Москве диаметрально противоположна. Она в новом превращении людей в крепостных, у которых нет никакого права выбора. Единственный человек, с которым посоветовался Собянин, решая судьбу 15-ти миллионного города, был Путин. Путин одобрил, и машина поехала. После этого все бесполезно. Бесполезно спрашивать, что будет с коммерческой недвижимостью в сносимых домах. То есть, с теми предприятиями малого бизнеса, владельцы которого оказались настолько наивными, что решили вложить в деньги создание своего дела в Москве. Бесполезно спрашивать, на какие средства будут переезжать пенсионеры, инвалиды и малые мужчины. На что они будут обустраивать новое жилье? Ведь оно не будет абсолютно таким же. Бесполезно спрашивать, что будет с бюджетом Москвы в процессе того, что собянинцы почему-то назвали реновацией. Поскольку доходная часть бюджета Москвы составляет 1,7 триллиона рублей, а цена вот этой самой реновации составляет 3,5 триллиона. Возникает вопрос, откуда же возьмутся деньги, которых не хватает? При таком соотношении весь проект превращается в черную дыру, в которой будут исчезать деньги Москвы, деньги инвесторов и прочие средства, которые никто не сможет контролировать. Поскольку на сегодня никто не может ответить на вопрос о сроках аферы и о том, как именно весь этот банкет будет оплачиваться. То, что жителей ветхого аварийного жилья давно пора расселять – это аксиома. При этом совсем не обязательно делать это в режиме депортации, как это делал Сталин с неправильными в кавычках народами. Если исходить из непредставимой для путинских чиновников предпосылки о том, что в хрущобах живут все-таки люди, то вполне можно было бы расселить этих людей, представив им выбор – либо переезд, либо денежная компенсация по рыночной стоимости их квартиры, то есть поступить по Конституции, а не выпрашивать у Путина спецзакон, эту Конституцию нарушающий для проведения спецоперации, уничтожающий полтора миллиона человек. К Собянину и к Путину вопросов нет давно, к депутатам Госдуры и подавно. Вопрос к москвичам – что именно должны еще сделать Путин и его банда, чтобы на улицы столицы вышел хотя бы миллион жителей? Этого для начала хватило бы, чтобы Вова обмочил штаны. Игорь Яковенко Корректор А.Кулакова